Глава седьмая. Глаза Земли. На Земля доносились похожие на выкрики разговоры патрулировавших кругом охранников и громкий шум моторов их транспортных машин. Звездолётчики понимали, что охрана стоит здесь для того, чтобы воспрепятствовать контакту с тормонсианами, а вовсе не для защиты гостей от мифических злоумышленников. Попытка нападения на тёмное пламя однажды ночью была актом государства. Она не застала звездолётчиков расплох, а аппараты ночной съёмки зафиксировали подробности боя. Боя, собственно, и не произошло. Лиловые, внезапно обстрелявшие галерею и ринувшиеся в её наземное устройство, были отбрушены защитным полем и ранены собственными выстрелами. По недостатку опыта Ния Холли перестаралась, включив поле внезапно и на большую мощность. С тех пор никто не приближался к тёмному пламени. Впервые попавшему сюда человеку могло показаться, что звездолёт покинут в давние времена. Экипаж ожидал полной акклиматизации, когда можно будет устроить открытую галерею и, сберегая запас воздуха Земли, распахнуть люки корабля. Див-Симбл и Ола Дес мечтали совершить экскурсию в море, а Гриф Рифт и Соль Сайн прежде всего думали об установлении контакта с населением Тормотса. С трудом они начали разбираться в жизни планеты. Близкой людям, но чужой по истории, социальному устройству, быту и неизвестным своим целям. Терпеливое выжидание стало одним из основных качеств воспитанного землянина. И здесь оно переносилось бы легче, если бы не постоянная тревога за семерых товарищей, погрузившихся в поток жизни чужой планеты и предоставленных более неизвестных её законов. В любую минуту они должны были помочь своим. Все каналы связи сводились к двум – сегменту 46 хвостовому полушарию и двойному каналу, направленному на город в средоточии мудрости. Они поднимались над планетой до отражательного заатмосферного слоя и оттуда каскадом падали вниз, накрывая воронкой широкую площадь. Излучатели главного канала походили на глаза в куполе тёмного пламени. Днём отливавшие стеклянный синевой, а ночью горевшие жёлтым огнём. Эти бдительные глаза вселяли в Тормонтиан страх. В недрах корабля внутри свероида пилотской кабины сидел неотлучно дежурный, глядя за семью зелёными огоньками на верхней полосе наклонной доски пульта. Ночью обычно дежурили мужчины. Из-за древней привычки этого пола к ночному бдению, сохранившейся от тех незапамятных времён, когда с наступавшей темнотой около жилья или стоянки человека бродили опасные хищники. Неделя шла за неделей, и регулярные свидания с товарищами по ТВФ смягчали остроту разлуки и опасений. Див-симбол даже предложил переключить оптические индикаторы на звуковую тревогу и отказаться от дежурства около пульта. Гриф-рифт отверг это мнимое усовершенствование. Мы не имеем права лишать товарищей наших заботливых мыслей. Благодаря им они чувствуют поддержку и связь с этим кусочком земного мира. Командир звездолёта обвёл корабль широким и гордым жестом. Там, на земле, каждый из нас находился в психическом поле доброй внимательности и заботы. Здесь всё время чувствуется чужое, разбросанное и недоброе. Мы никогда не были ещё так одиноки, а душевное одиночество ещё хуже, чем отрешённость от привычного мира. Очень тягостно при тяжёлых испытаниях. В один из вечеров Гриф-рифт сидел перед пультом персональных сигналов, поставив локти на полированную доску и подперев кулаками тяжёлую голову. Позади него, медленно и бесшумно, возник Соль Сайен. «Что вы бродите, Соль?» – не поворачивается, спросил Грифт. «Неспокойно на душе?» «Я как бегун, весь выложившийся в рывок и остановленный задолго перед финишем. Трудно переносить вынужденное безделие. Вы взяли на себя упаковку получаемой информации?» «Пустяковая работа. Нам так мало удаётся добыть чего-нибудь стоящего. Беда в том, что тормонсиане не сотрудничают с нами. Иногда просто мешают. Подождите ещё немного. Мы завяжем связь с людьми, а не с учреждениями их власти. Скорее бы, так хочется сделать что-нибудь хорошее для них. И успеть бы побольше, а сейчас хоть начинай курить какой-нибудь лёгкий наркотик». «Что вы говорите, Соль?» Инженер Соль Сайен поднял голову, и зелёные огоньки придали нездоровый оттенок его сухому лицу, туго обтянутому гладкой кожей. «Может быть, это неизбежно в наших условиях?» «Что вы имеете в виду, Соль?» «Бессилие». «Нельзя пробить самую прочность всех стен. Стену психологическую, которой они окружили нас». «Ну, почему нельзя?» «Я бы на вашем месте использовал свои знания и талант конструктора, чтобы подготовить наиболее важные инструменты для жителей тормонс. Они им очень нужны». «И что, по-вашему, важнее?» «Первое – индикатор враждебности. «Второе – оружие». «И то, и другое, миниатюризированное до предела, размером с пуговицу в виде маленькой пряжки или женской серьги». «И оружие?» «Да?» «От бомбочек УБТ до лучевых пронизывателей». «УБТ?» «Вы можете думать об этом и находить аморальным моем мимолетное желание закурить?» «Сколько жизней унес УБТ две тысячи лет назад у нас, да и на других планетах?» «А сколько спас?» «Сокрушив орды убийц?» «Я не могу признать вашу правоту». «Это было необходимо в древние времена, и мы об этом знаем лишь из книг». «Я не могу», – Сульсен умолк, видя, как внезапно выпрямился командир. Левый верхний зеленый глазок померк, мигнул два раза и снова засиял ровным светом. Сосредоточенное лицо гриф рифта ожило, большие инстинктивно сжавшиеся кулаки разжались. Сульсен облегченно вздохнул. Оба долго молчали. «Вы очень любите ее, рифт». Сульсен коснулся руки гриф рифта. «Я спросил не из любопытства, ведь я тоже. Кого?» – отрывисто спросил рифт. «Чеди», – ответил Сульсен, уловив тень удивления, мелькнувшую во взгляде командира, и добавил. «Да, маленькая чеди, а вовсе не великолепная и виза». Рифт смотрел на левый верхний огонек, осторожно касаясь пальцами внешнего ряда кнопок на пульте, будто подаваясь искушению вызвать на связь столицу Торманс. «Обреченность Родис отгораживает ее от меня, а за моей спиной тоже тень смерти». Рифт встал, прошелся несколько раз по кабине и приблизился к Сульсену с едва приметным смущением. «Есть древняя песенка. Я не знаю, что ждет впереди и в темноте, и назад оглянуться боюсь. И вы, упрекая меня в слабости, делаете такое признание? Да, потому что упрекаю себя тоже. И прощаю тоже. Но если они посмеют, я сказал ей, что разрою всю планету на километр глубины, чтобы найти ее. И она запретила? Конечно. Рифт, разве вы сможете сделать это с людьми? Командир старался передать интонации Фаеродис, укоряющей и печальней. Вы не предпримите даже малых действий насилия. «А прямое нападение на темное пламя?» Спросил Суль. «Другое дело. Третий закон Ньютона они уже постиглены, а опыте... И жаль, что в этом обществе он не осуществляется при индивидуальном насилии. Вся их жизнь была бы куда счастливее и проще. Так вот зачем оружие?» «Именно. Но если его получают все...» «Ничего. Каждый будет знать, что рискует головой и двадцать раз подумает, прежде чем затевать насилие. А если подумает, то вряд ли совершит». Верхний левый глазок угас на мгновение, вспыхнул и мигнул несколько раз. Облегченно улыбаясь, Рифт кинулся к пульту, включил систему краевых частот. Малый экран вспомогательного ТВФ послушно засветился, ожидая импульса. Гриф Рифт перекрыл обратную связь и обратился к Соль Сайну. Меня встревожило, мне показалось, но я вспомнил проговор с Фаеродис. Когда ей захочется посоветоваться, она подаст сигнал в часы моего дежурства. Соль Сайн пошел к выходу. «Оставайтесь! Я не жду секретов, этих вечных и милых секретов, единственных, что уцелели еще на нашей земле», — с грустью сказал Рифт. Соль Сайн стоял в нерешительности. «Может быть, с ней будет Чеди?» — обронил Рифт. Инженер-вычислитель вернулся в кресло. Ждать пришлось недолго. Экран вспыхнул фиолетовым оттенком газосветных ламп планеты Яньях. В фокусе был небольшой квадратный сад на уступе, обращенной горам части двора. Гриф Рифт знал, что этот сад отведен для земных гостей, и не удивился, увидев Фаеродис в одном скафандре. С ней рядом шел Тармансианин с густой черной бородой. По описанию Рифт узнал инженера Тейль. Соль Сайн слегка потолкнул командира, показывая на ЦДФ стоящие в двух диагональных углах сада. — Экранированная для разговора наедине, — догадался Рифт. — Но тогда зачем я? Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Фаеродис не смотрела в сторону звездолета и вообще вела себя так, как будто не подозревала о включенном ею передатчике ЦДФ. Она шла с опущенной головой, задумчиво слушая инженера. Мало практиковавшийся в разговоре Яньях, звездолетчики понимали его речь лишь отчасти. Шелестела на ветру высокая трава, метались диковатые, развернутые веером кусты, и тяжелые диски темно-красных цветов склонились на упругих стеблях. Маленький сад был полон беспокойства хрупкой жизни, особенно чувствовавшейся из недоступной даже космическим силам пилотской кабины корабля. Сад окружало кольцо тьмы. На Тормансе ночное освещение сосредотачивалось в больших городах, влажных транспортных узлах и на заводах. На всем остальном пространстве планеты темнота господствовала половину суток. Небольшой и удаленный спутник Торманса едва рассеивал мрак. Редкие звезды со стороны галактического полюса подчеркивали черноту неба. В направлении центра галактики слабо светилось слитное пятно звездной пыли, тоскливо угасавшее в космической бездне. Файродис рассказывал Тормансианину о Великом Кольце, которое помогало земному человечеству уже около полутора тысяч лет, поддерживая веру в могущество разума и радость жизни, раскрывая необъятность космоса, избавляя от слепых поисков и тупиков на пути. А теперь то, что раньше проходило зримо, но бесплотно на экранах внешних станций Земли, стало близким, с раскрытием тайны спирального пространства и звездолетов прямого луча. Наступила эра встретившихся рук, и вот мы здесь, — закончила Файродис. Если бы не Великое Кольцо, могли бы пройти миллионы лет, прежде чем мы нашли бы друг друга, две планеты, населенные людьми Земли. — Людьми Земли? — скричал пораженный инженер. — Разве вы не знаете? — нахмуриваясь Родис. — А, я считала вас приближенным к Совету Четырех, и думала, что вам известна тайна трех звездолетов и подземелья во дворце. А вы оказались первым из трехименных Тормансиан, узнавших тайну Совета. Тель беззвучно шевелил губами, силясь что-то сказать. Родис приложила ладони к его вискам, и он облегченно вздохнул. — Я нарушила обещания, данные вашему владыке, но я не могла догадаться, что заведующий информацией всей планеты не знает подлинной ее истории. Вы, я вижу, не понимаете до конца, какая пропасть отделяет нас, обычных людей, от тех, кто наверху, и даже от тех, кто им прислуживает. Такая же, как между джи, долгоживущими, и гжи, короткоживущими, теми, кто не получает образование и обязан быстро умереть? Больше. Гжи могут пополнять знания самостоятельно и сравняться с нами в понимании мира, а мы без чрезвычайных обстоятельств никогда ничего не узнаем, помимо того, что нам разрешено свыше. И вы не знаете, что передачи Великого Кольца иногда ловят здесь, на планете Индьях? Не может быть. Фародис слегка улыбнулась, вспомнив посещение библиотеки в Институте общественного устройства. Польщенный интересом землян, начальник змеиносец провел их через огромный зал с обилием колонн выступов резного камня и позолоченного дерева, покрытого брельефами. Змеи, похожие на цветы, или цветы на змей, этот назойливый мотив повторялся на ступенчатых выступах в верхней части стен, решетках хоров, капиталях и подножиях колонн. Узкие окна прорезали массивы книжных шкафов, создавая на каменном полу перекрест веерных теней, а прозрачные купола потолка освещали высоко расположенные скульптуры животных, раковин и людей, выскаженных безумием или яростью масках. По центральной оси длинного зала на причудливых медных подставках стояли небесные глобусы, отгороженные друг от друга столами с цветными картами. Одного взгляда на них было достаточно землянам. Изображения других миров в таких подробностях и приближениях не могли дать никакие телескопы. Следовательно, тормотяне изредка ловили передачи Великого Кольца. Бедняга-инженер продолжал смотреть на Родис удивленными глазами. «Взгляд идеалиста», – подумала Родис, сравнив его с бегающими глазами змееносцев или с жестким пристальным взором лиловых охранников. Она сделала условный знак. Гриф Рифт включил обратную связь. «Познакомьтесь с вашими собратьями на звездолете, Таэльф», – сказала Родис, показывая на стереоизображение Рифта и Сайна. «Только говорите медленно. У них нет достаточной практики в языке яньях». Звездолючекам понравился нервный тормонтианин, не таивший никаких злых мыслей. Родис медленно пошла вдоль цветочной куртины, предоставив Таэлю самому говорить с ее друзьями. «Вы можете заполнить пропасть нашего незнания? Можете показать нам Землю, планеты других звезд и наивысшее достижение их цивилизации?» – возбужденно спрашивал инженер. «Все, что мы изучили сами», – заверил его Рифт. «Но во Вселенной известно очень много явлений, перед которых мы сами стоим, как дети, еще не умеющие читать. Нам бы хотя бы десятую часть ваших знаний», – улыбнулся инженер Таэль. «Я говорю нам. Есть много людей на планете яньях, которые куда более заслуживают знакомства с вами, чем я. Как сделать это? Сюда, в этот дворец, им входа нет». «Мы можем продемонстрировать фильмы и говорить хоть с тысячей человек одновременно здесь, около звездолета», – сказал Гриф Рифт. «И обеспечить их защиту», – добавил Сульсайен. Они стали обсуждать проект. Родис не принимала участия, а Гриф Рифт поглядывал на ее черную фигуру, стоявшую поодаль около какой-то странной искривленной скульптуры на развилке двух садовых дорожек. «Самая главная трудность, как всегда, не в технике, а в людях», – подвел итог Гриф Рифт. «Оказывается, вы не умеете различить психическую структуру человека по его внешнему виду». «Вы предвидели это, командир?» «Говоря об индикаторе враждебности», – напомнил Сульсайен. «Пока его нет, что толку в моем предвидении?» Подошла Фаеродис и сказала. «Пока мы не придумали психоиндикатора, придется нам взять на себя его роль. И виза, Вир и я, как более тренированные психически, будем отбирать знакомых и друзей Тейля. Так соберется начальная аудитория». Когда в кабине звездолета исчезло изображение сада, Сульсайен сказал. «Все это напоминает легенду об Эоланте, только наоборот». «Наоборот?» – не понял Рифт. «Помните легенду о слепой девушке, не понимавшей, что она слепая, пока не явился к ней рыцарь? И тут есть все. Изобретный сад, и ослепленный невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира, только в женском обличье и даже в броне». Рифт-рифт скупо улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту. «Всегда один и тот же вопрос. Дает ли счастье знание или лучше полное невежество на согласие с природой? Нехитрая жизнь, простые песни?» «Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в детских сказках. Для мыслящего человека извечно единственным выходом было познание необходимостей и потом победа над ней, разрушение инферла. Другой путь мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота. Выбор или вниз, в рабство, или вверх, в неустанный труд, творчество и познание. Вы правы, Соль, но как помочь им? Знанием? Только знающие могут выбирать свои пути. Только они могут построить охранительные системы общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана. Результат невежества перед нами. Мы на разграбленной планете, где социальная структура позволяет получить образование лишь двадцатой части людей, а остальные восхваляют прелесть ранней смерти. Но довольно слов. Я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации на это время Менте Кор. Сульсайн вышел. Длинная ночь Тормонса тянулась медленно. Грифрифт думал, не было ли в намерении помочь жителям Тормонса того запретного и преступного вмешательства в чужую жизнь, когда, не понимающие ее законов, представители высшей цивилизации наносили ужасающий вред процессу нормального исторического развития. Человечество некоторых планет отразили эти вмешательства в легендах о посланцах сатаны, духах тьмы и зла. Грифт стал ходить по кабине, обеспокоенно поглядывая на семь зеленых огней, как бы спрашивая ответа. Он хотел посоветоваться своей родис, но не успел. Она сама познакомила их с Тормонсианином низшего разряда. Она выбрала удачный момент разговора, из которого землянам сразу стал ясен преступный разрыв информации. Нет, неоспоримо право каждого человека на знание и красоту. Они не нарушат исторического развития, если соединят разорванные путеводные нити. Наоборот, они исправят злонамеренное приостановленное течение исторического процесса, вернут его к нормальному пути. Велико счастье спасти одного человека, какова же будет радость, если удастся помочь целой планете. И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почуялся голос Фаеродис, твердо и ясно сказавший ему «Да, милый Рифт! Да!» В легких аварийных скафандрах Нея Холли, Олладес, Гриф Рифт и Диф Симбл стояли на куполе звездолета. Высоко над ними белый баллон, слава журча турбинкой, удерживавшей его против ветра, сверкал зеркал зеркалами электронного перископа. Перед Диф Симблом раскрылась во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку, Игорь Фрифт повернул широко расставленные объективы дальномера стереотелескопа в направлении, обозначившемся на лимбе. Все земляне, поочередно приникая к окошку дальномера, согласились с выбором инженера-пилота. Среди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в бряду желтых прибрежных холмов, находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоев песчаника. Обращенная к звездолету сторона приморской гряды подрезалась крутым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На мористой стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника. «Место идеально», сказал довольный символ. «Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и еще со стороны хвостополярного полушария вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину». «А маяк?» спросил Грифрифт. «Не нужен», ответила Оладес. «Для защитного поля придется ставить башенку, она же будет служить и передатчиком ТВФ в километре от темного пламени. Поднимем мачту с щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами». Наблюдавшие за звездолетом охранники увидели, как спустился белый баллон и чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, зарело. Два протяжных гудка означали вызов представителя охраны. Явившийся офицер понял, что стоявшие на куполе земляне намерены что-то делать в стороне от корабля. В этой изрытыми оврагами местности не было ни души, и офицер подал разрешающий сигнал. Волны пыли и дыма побежали от звездолета, превращаясь в отвесную стену, закрывшую от наблюдения приморские холмы. Когда дым рассеялся, тормозяне увидели прямую дорогу, пробитую через кусты и овраги и кончавшуюся на возвышенной плоскости, где росли редкие деревья с колючими обвислыми ветвями. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной активности землян. Не успел он связаться по радиотелефону с управлением Глаз Совета, как из недр темного пламени выползло сооружение, подобное низкому вертикально поставленному цилиндру, и величественно переваливаясь, отправилось по только что проложенной дороге. Через несколько минут цилиндр достиг конечной точки и завертелся там, выравнивая каменистую почву. Он вращался все быстрее и вдруг стал расти вверх, выдвигая оборот за оборотом спирально скрученную толстую полосу белого металла. Пока офицер охраны докладывал, среди деревьев уже поднялась сверкающая башенка, похожая на растянутую пружину и увенчанная тонким шестом с кубиком на верхушке. Из звездолета никто не выходил, башенка стояла неподвижно. Все стихло над сухим и знойным побережьем. И тормансяне решили ничего не предпринимать. В тот же вечер темное пламя передал Файродис карту местности и план импровизированного театра. Родис предупредила, что владыка торманса напомнил ей о состязании в танцах. Олладес обещала за сутки подготовить свое выступление. Даже Сульсайн вышел из своего уединения, когда включили большой серий экран звездолета. Во дворце ЦАМ четыре ЦДФ дали развернутое изображение просторной круглой комнаты корабля и обратной связью весь жемчужный зал дворца. Знаменитая танцовщица Гээ от Тимфифт выступила со своим партнером плечистым, невысоким, с мужественным и сосредоточенным лицом. Они исполнили очень сложный в резких поворотах и окружениях акробатический танец, отражавший взаимную борьбу мужчины и женщины. Танцовщица была в короткой одежде из едва соединенных нитями узких красных лент. Тяжелые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на ошейник. Женщина падала, цепляясь за партнера и простиралась на полу перед ним. В позе красивой и бессильной она лежала на боку, струной вытянув руку и ногу и подняв умоляющий взгляд. Покорно отдавая партнеру другую руку, она подгибала колено, готовая подняться по его желанию. Открытое олицетворение власти мужчины, ничтожество и в то же время опасной силы женщины. Искусство и красота исполнителей, безупречная легкость и чеканность труднейших поз, страстный чувственный призыв танцовщицы, чье тело было едва прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владык Тормонса. Чойачагас, посадивший Файродис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Янтрияхах, наклонился к гости и, снисходительно улыбаясь, сказал, «Обитатели планеты Ян-Ях красивы и владеют искусством выражать тонкие ощущения». «Безусловно», согласилась Родис, «Нам это тем более интересно, что на земле отсутствуют мужчины- танцовщики». «Что? Вы не танцуете вдвоем? Танцуем много. Я говорю о специальных сольных выступлениях больших артистов, только женщины, способные передать своим телом все волнения, томления и желания, обуревающие человека в его поисках прекрасного. У нас отошли в прошлое все драмы соперничества, уязвленного самолюбия, порабощения женщины». «А что же тогда можно выразить в танце? У нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное». Чуя-Чагас пожал плечами. «Фай зря старается, подбирая понятия, лишь отдаленно соответствующие нашим», шепнул Аментакор, сидевшая позади див-симбола. «Наверное, Ола не получит признания», сказала Анеахоле. После того, как женщину тут крутили, гнули и чуть ли не избивали. Заструилась мелодия, как бегущая река с ее всплесками и водоворотами. Потом замерла, вдруг внезапно сменившись другой, печальной и замедленной, низкие звуки словно всплывали из зеркально-тихой прозрачной глубины. Отвечая ей, в глубине импровизированной сцены, разделенной на две половины, черную и белую, появилась Нагая Ола Дес. Легкий шум послышался из зала дворца Цаам, заглушенный высоким и резким аккордом, которым золотистое тело Олы отвечало в непрерывном токе движения. Менялась мелодия, становясь почти грозной, и танцовщица оказывалась на черной половине сцены, а затем продолжала танец на фоне серебристой белой ткани. Поразительная гармоничность, полная, немыслимо высокое соответствие танца и музыки, ритма и игры света и тени захватывала, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон. Увлеченные поэзией невиданного танца, жители Тормандса то похлопывали по ручкам кресел, то недоуменно пожимали плечами, иногда даже переговариваясь шепотом. Медленно угасал свет. Оладес растворилась в черной половине сцены. «Другого я и не ожидала!» воскликнула Ян Триахах и собравшиеся зашумели поддакивая. Чуячага сметнул на жену недовольный взгляд, откинулся на спинку кресла и сказал, никому не обращаясь, «Есть нечто нечеловеческое, недопустимое в такой открытости и силе чувств и опасное от того, что эта женщина столь непозволительно хороша». Фаеродес видела, как вспыхнули щеки сидевшей рядом Чедди. Девушка посмотрела на нее с мольбой, почти приказывая, «Сделайте же что-нибудь!» «Тупость никогда не должна торжествовать, последствия неизменно бывают плохими», мелькнула в голове Родес фраза из какого-то учебника. Она решительно встала, повонив к себе и визу танет. «Теперь мы станцуем», спокойно объявила она, как нечто входившее в программу. Чедди обрадованно всплеснула руками. «С меня достаточно!» едко сказала Янтрояхах, покидая зал. За ней покорно поднялись еще пять приглашенных во дворец тормансианок. Но Чоя-Чагас лишь удобнее устроился в кресле, и мужчины сошли долгом остаться. Впрочем, земляне, смотревшие звездолета, увидели, что женщины Торманса во главе с женой владыки не ушли, а притаились за серебристо-серыми драпировками. Фаеродис и Ивиза Танет исчезли на несколько минут, а потом появились в одних скафандрах, каждая неся на ладони прикрепленный к ней восьмигранный кристалл со звукозаписью. Две женщины, одна цвета вороного крыла, другая серебристо-зеленая, как лист ивы, стали рядом, высоко подняв руки с кристаллами. Необычный ритм, резкий, со сменой дробных и затяжных ударов, загрохотал в зале. В такт ритмическому грохоту танец начался быстрыми пасами простертых вперед на зрителей рук и резкими изгибами бедер. От рук с повернутыми вниз ладонями опускались на Тормансян волны оцепеняющей силы. Помянуясь монотонному напеву, Ивиза и Родис опустили руки, прижав их к бокам и отставив в сторону. Ладони. Медленно и согласованно они начали вращаться, диковато и повелительно глядя из-под насупленных бровей на зрителей. Они крутились, торжествующе поднимая руки. Посыпались удары таинственных инструментов, созвучные чему-то глубоко скрытыми в сердцах мужчин Торманса. Виза и Фай замерли. Сжатые рты обеих женщин приоткрылись, показав идеальные зубы, и их сияющие глаза смеялись победоносно. Они торжественно запели протяжный древний иранский гимн. Хмельная и влюбленная, луной озарена, в шелках полурастегнутых и с чашу и вина, лихой задор в глазах ее, тоска в изгибе губ, гром инструментов рассыпался, дробно и насмешливо, заставив зрителей затаить дыхание. Неподвижные тела из черного и зеленого металла вновь ожили. Не сдвигаясь с места, они отвечали музыке переливами всех поразительно послушных и сильных мышц. Как вода под порывом ветра оживали внезапный мимолетно руки и плечи, живот и бедра. Эти короткие вспышки слились в один непрерывный поток, превративший тела и виза и родис в нечто неуловимое и мучительно притягательное. Музыка оборвалась. Ха! Воскликнули и виза и фай, разом опуская руки. К ужасу оцепеневших за портьерами женщин, Чоя Чагас и члены завета четырех под влиянием гипнотической музыки наклонились вперед и вывалились из кресел. Но тут же вскочили, сделав вид, будто ничего не произошло и неистово забили ладонями о подоконнике, что означало высшую похвалу. Родис и виза выбежали. Как можно? Укоризненно сказала уладес, внимательно наблюдавшая за диким танцем. Нет, это великолепно! Смотрите, Торменсиан как шоком поразило! скричал в диф символ. В самом деле, зрители во дворце Циам выглядели растерянными, а женщины, вернувшись на свои места, вели себя тихо, как пришибленные. Однако, когда появились Файродис и виза Танет, их приветствовали гулкими ударами по креслам и одобрительными возгласами. Родис повернулась к товарищам в звездолете, на пальцах показала, что батареи разрядились и выключила ЦДФ. Уладес тоже прервала передачу с темного пламени и сказала, Родис иногда ведет себя как школьница третьего цикла. Но ведь они на самом деле были великолепны. Запротестовал Гриф Рифт. Я не сравниваю их с вами, вы богиня танца, но только на земле. Безусловно, я побеждена здесь, согласилась Ола. Родис и Виза умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение, верчение в древности считали магией для владения людьми, так же, как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов. Тантрические красные оргии в буддистских монастырях, мистерии в честь богов любви и плодородия в храмах Эллады, Финики и Рима, танцы живота в Египте и Северной Африке, чарующие пляски Индии, Индонезии и Полинезии в прежние времена оказывали на мужчин не столько эротическое, сколько гипнотическое воздействие. Лишь много позднее психологи разобрались в сочетании зрительных ассоциаций. Ведущего чувства человека в его ощущении красоты, прочно спаянного с эротикой, сотнями тысячелетий природной селекции наиболее совершенного в теле. Гибкость музыкальной женского тела недаром издревле сравнивалась с пляской змей. Будучи историком, Файродис отобрала все гипнотическое из древних танцев и эффект оказался неотразимым. Но когда она успела обучить этому визу? Следовательно, нельзя обвинять Родис в легкомысли и необдуманности действий. Этот танец она, видимо, готовила давно, специально, чтобы показать их родство с нами. Убежденно сказал гриф Рифт. Вне стен садов Цаам на втором уступе предгорий рос небольшой лесок, деревья, в котором были до такой степени похожи на земные криптомерии, что даже издалека они вызывали уродец приливы тоски по родной планете. Криптомерии росли вокруг ее школы первого цикла. Первый цикл был самым трудным в детской жизни. После свободы и беспечности нулевого цикла наступала пора строгой ответственности за свои поступки. Маленькая Фай часто убегала в тень криптомериевой рощи, чтобы выплакаться. И сейчас, оказавшись за пределами дворца, на прогулке с инженером Теэлем, Родис бросилась к дереву и прильнула к его стволу, пытаясь уловить родной запах смолы и коры, нагретой солнцем. Скафандр, выключив свойственное землянам обостренное сезание окружающего всей кожей своего тела, не дал ей почувствовать живое дерево, а от ствола пахло лишь пылью. Чувство безвыходности, забытое со времен инфернальных испытаний, стеснило грудь Родис, и она опустила голову, чтобы и Виза, и Вир не прочитали в ее лице ностальгию. Родное дерево обмануло. Сколько еще предстояло здесь обманов, прежде всего среди людей, совершенно подобных земным и настолько отличных душевно. Инженер Тээль под разными предлогами провел перед землянами около сотни сотоварищей и знакомых. Несмотря на удивительную однородность группы, гости земли посоветовали исключить около тридцати человек. Такой высокий отсев вначале ошеломил Тээля. Земляне объяснили, что они отметили не только прямых носителей зла или скрывающих поврежденную неполноценную психику завистников, но и тех, чьи стремления к знанию и духовной свободе не были сильнее естественных для нетренированного человека недостатков психики. Спустя восемь дней людей Тормаса собралось достаточно, чтобы начинать сеансы. К удивлению землян, это были только ЭДЖИ, долгоживущие, техническая интеллигенция, ученые, люди искусства. Файродис потребовала, чтобы пригласили ИГЖИ, краткоживущую молодежь. ИГЖИ Мертель смутился. Они не получают достаточного образования, и мы почти не общаемся с ними. Поэтому я не знаю среди них заслуживающих доверия. А главное, зачем это им? Я напрасно потратила время на вас, сурово сказала Родис. Если вы до сих пор не поняли, что будущее может принадлежать или всем, или никому. Слушайте, у них классовое угнетение хуже, чем у нас при феодализме, воскликнула Чеди. Это отдает рабским строям. Тормансианин побагровил. Губы его задрожали, и он устремил свои фанатические глаза на Родис с такой собачьей преданностью и мольбой, что Чеди стало неловко. Действительно, у нас резко разделены заслуживающие образования и не образованы. Но ведь они выбираются по реальным способностям из всей массы рождающихся детей. И они вполне счастливы, эти люди кжи. Совершенно так же, как и вы, джи. Вы занимаетесь избранным делом, творите, делаете открытие. Тогда к чему все эти ваши поиски и душевное томление? Нет, я вижу, что мы достигли еще немногого. Это мой промах. Прогулки отменяются, и мы с вами займемся исторической диалектикой. Испуг, доходящий до отчаяния, не исчезал с лица Теэля. Он ждет беспощадной расправы за каждую ошибку, догадалась щеде. Вероятно, здесь это способ обращения с людьми. Несмотря на все припоны, показ фильмов состоялся через 16 дней. В жаркой ложбине, где стебли полусухой травы, колеблемые слабым ветром, были единственными признаками жизни, появился близкий и ошеломительно реальный мир Земли. Гриф Рифт и Оладес воспользовались изгибом защитного поля как внутренней поверхностью экрана. И, меняя кривизну, создали над обрывом холма большую сцену. Для обитателей планеты Ян-Ях все было необычайно. Плавание украдкой на низких надувных плотах по темному морю, внезапное появление светящихся знаков на гониометре от невидимого ультрафиолетового маяка, высадка под прибрежными кустами, подъем в гору с ориентиром на размытые светящиеся пятнышко какого-то звездного скопления, поиски двух невысоких деревьев, между которыми пролегал вход в запретную теперь для всех других ложбину, необыкновенный, рассеянный и мрачный свет, исходивший из ниоткуда и озарявший дно котловины с бороздами промоин, между которыми рассаживались взволнованные зрители. Это настолько отличалось от монотонной жизни Ян-Ях с ее отупляюще однообразной работой и примитивными развлечениями, что создавало непривычную атмосферу нервного подъема. Внезапно из непроницаемой тьмы защитного поля возникал круглый зал звездолета, где шестеро землян приветствовали гостей на их родном языке. Вначале все пришельцы далекого мира казались Тармансианам очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины высокие, с решительными крупными лицами, серьезные до суровости. Женщины все с чеканно правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твердыми подбородками, густоволосые и крепкие. Лишь когда глаз привыкал к этим общим особенностям, обитатели Ян-Ях замечали индивидуальное разнообразие землян. Кто-нибудь из звездолетчиков, чаще всего Олла Дес, коротко пояснял тему стереофильма и звездолет исчезал. Перед Тормансианами плескалось невероятно прозрачное море с синей водой. Чистые пляжи черного, розового и красного песка манили соединиться с солнцем и морем. Но великолепные берега были почти безлюдны, в отличие от заполненных людьми, удобных для купания мест на Тормансе. В разные часы появлялись люди, плавали, ныряли и потом быстро исчезали, разъезжаясь в открытых вагонах маленьких поездов, носившихся вдоль побережья. Поразила жителей Яньях гигантская спиральная дорога, снятая в упор приближения исполинского поезда, внушала непривычному человеку первобытный страх. Тропические сады, раскинувшиеся на необозримых пространствах и такие же беспредельные поля сказочной пшеницы с колосьями больше кукурузных початков, настолько резко контрастировали с бедными кустарниковыми садами и бобовыми полями Тормонса, что Грифрифт решил больше не показывать щедрости родной планеты, чтобы не ранить гостей. Автоматические заводы искусственного мяса, молока, масла, растительного желтка, икры и сахара как будто не имели никакого отношения к полям, садам плодовых деревьев и стадам домашних животных. Плоские прозрачные чаши уловителей радиации для производства белка составляли лишь небольшую часть огромных подземных сооружений, в которых при неизменных температурах и давлении циркулировали потоки аминокислот. Широкие башни заводов сахара таинственно приглушенно шумели будто эхо отдаленной грозы. Это колоссальное количество воздуха всасывалось в их приемники, осаждая лишнюю углекислоту, накопившуюся за тысячи лет неразумного хозяйствования. Наиболее красивыми были снежно-белые колоннады фабрик синтетического желтка, сверкавшие на опушках кедровых лесов. Только увидев технический размах пищевого производства, тормонтияне поняли, почему на земле мало молочного скота, коров и антилоп кан, и совсем нет убойного, нет птицеферм и нет рыбных заводов. Когда отпала необходимость убивать для еды, тогда человечество совершило последний шаг от необходимости к истинно человеческой свободе. Этого нельзя было сделать до тех пор, пока мы не научились из растительных белков создавать животное. Вместо коров теперь у нас фабрики искусственного молока и мяса, пояснял Гриф Рифт. «Почему же у нас нет этого до сих пор?» обычно спрашивали тормансиане. «Ваша биология очевидно занималась чем-то другим или была ущербной, была потеснена другими науками, менее важными для процветания человека. Положение известное и в земной истории. И вы пришли к заключению, что нельзя достигнуть истинной высоты культуры, убивая животных для еды? Да. Но ведь животные нужны и для научных опытов. Нет. Ищите обходной путь, но не устраивайте пыток. Мир невообразимо сложен, вы обязательно найдете много других путей к раскрытию истины». Врачи и биологи планеты Ян-Ях недоверчиво переглядывались, но снова и снова возникали перед ними красивые как храмы научные институты. Многокилометровые подземные лабиринты памятных машин, хранилищ всепланетной информации сбывались слова древнего поэта, желавшего человеку быть простым как ветер, неистощимым как море и насыщенным памятью как земля. Теперь вся планета руками своих мудрых детей насыщалась памятью не только о своей жизни, но еще тысячи других населенных миров Великого Кольца. Многие инженерные сооружения уходили все глубже в земную кору. Вместо истощенных в древние эпохи рудников работали сейчас самообогащающиеся гидротермы, связанные с подкоровыми течениями в мантии на участках выделения ювенильных вод. Эти же гидротермальные восходящие токи на поверхности использовались в энергетических и обогревательных установках. Пожалуй, самым удивительным для тормонтиан показалось широчайшее распространение искусств. Практически каждый человек владел каким-либо видом искусства, сменяя его в различные периоды жизни. Легкость пользования информации совпадала с возможностью видеть любые картины, скульптуры, добыть электронные записи любого музыкального произведения и любой книги. Множество домов астрографии, книги, музыки, танца по существу представляли собой дворцы, где все желающие в покое и удобстве могли наслаждаться зрелищем космоса, его населенных планет и всего неочерпаемого богатства человеческого творчества за тысячи лет документированной историей. Поистине невообразимое число произведений искусства было создано за два тысячелетия прошедших со времен эры мирового воссоединения. Торметяне видели школы, полные здоровых и веселых детей, великолепные праздники, на которых все казались одинаково молодыми и неутомимыми. Общественное воспитание не удивило жителей Яньях. Куда более поразительным казалось отсутствие всяких стражей и наделенных особой властью людей, отгородившихся от мира в охраняемых дворцах и садах. Ни в одном из тысяч прошедших перед тормонсианами лиц ни разу не мелькнуло выражение страха или замкнутой себелюбивой опаски, хотя настороженности тревога нередко читались на лицах врачей-воспитателей, спортивных инструкторов и тренеров. Зрителей поражало отсутствие шума, громкой музыки и речи, грохочущих и дымящих машин в городах земли. Удивляли улицы и дороги, похожие на тихие аллеи, где никто не смел потревожить другого человека. Музыка, пение, танцы, веселье, подчас отчаянно озорные игры на земле, воде и воздухе происходили в специально предназначенных для этого местах. Веселые не смешивались с грустными, дети со взрослыми. Еще одна черта земной жизни вызывала недоумение. Личные помещения людей земли, обставленные слишком просто, производили на жителей Яньях впечатление полупустых, даже бедных. А зачем нам что-нибудь еще, кроме самого необходимого? Отвечала на неизбежный вопрос Олладес, если мы можем в любой момент пользоваться всей роскошью общественных помещений. В самом деле, жители земли работали, размышляли, отдыхали и веселились в огромных, удобных, окруженных садами зданиях, с красиво обставленными комнатами и залами, дворцах и храмов искусств или наук. Любители старины восстанавливали суровые дома с толстыми стенами, узкими окнами и громоздкой массивной мебелью. Другие, наоборот, строили просторные, открытые всем ветрам и солнцу, висячие сады, вдававшиеся море или повисавшие на гружащей головы высоте горных склонах. А у нас, говорили тормозяне, общественные здания, парки и дворцы всегда переполнены людьми и очень шумны. Из-за множества посетителей их нельзя содержать в нужной чистоте, сохранить тонкость убранства. Вот поэтому наши личные квартиры и похожи на крепости, в которых мы укрываемся от внешнего мира. Туда же мы прячем все, что нам особенно дорого. Трудно сразу понять, чем вызвано различие, сказала Уладес. Вероятно, вы любите шум толчую и скопление народа. Да нет же, нет. Мы ненавидим это все, как большинство людей умственного труда. Но неизбежно каждое красивое место, вновь отстроенный дворец отдыха, оказываются набитыми людьми. Я, кажется, понял, в чем дело, сказал Сульсян. У вас нет соответствия между количеством населения и необходимыми ресурсами. В данном случае не хватает общественных помещений для отдыха и развлечений. А у вас есть? Это первейшая задача Совета экономики. Только в соответствии числа людей и реальных экономических возможностей, основы удобной жизни и стабилизации ресурсов планеты на вечные времена. А как вы достигаете этого? Регулировкой деторождения? И этим? И предвидением случайностей, флюктуаций, успехов и неуспехов, космических циклов? Человек должен все это знать, иначе какой же он человек? Главная цель всех наук одна – счастье человечества. А из чего оно складывается, ваше счастье? Из удобной, спокойной и свободной жизни, с одной стороны, а также из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворенности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира. Но это же противоречит одно другому. Напротив, это диалектическое единство, и следовательно, в нем заключается развитие. Подобного рода беседы сопровождали каждую демонстрацию стереофильмов, а иногда превращались в лекции и взволнованные обсуждения. Тормансиане по складу своей психологии ничем не отличались от землян. Вся их предыдущая история, кроме последних двух тысяч лет, прошла совместно. Поэтому и современная земная жизнь, пусть хотя бы в общих чертах, но быстро становилась для них понятной. И искусство земли легко воспринималось обитателями Яньях. С наукой дело обстояло хуже. Уже очень далеко ушли земляне в понимании тончайших структур мира. Еще труднее воспринимались стереофильмы Великого кольца. Странные существа, иногда похожие на землян, иногда нет, непонятные речи, обычаи, развлечения, постройки, машины. Кажущееся отсутствие обитателей на планетах около центра галактики, где под километровыми сводами застыли или медленно вращались прозрачные диски, изучавшие голубое сияние. В других мирах встречались звездовидные формы, окаймленные тысячами ослепительных фиолетовых шаров, в отличие от дисков, ориентированные вертикально. Тормонтиане так и не поняли, что это. Машины, конденсировавшие какой-то вид энергии или психические воплощения мыслящих существ, пожелавших остаться нераспознанными даже для приемников Великого Кольца. Зловещими, очень зловещими казались планеты инфракрасных солнц, населенные высшей жизнью и входящие в кольцо. Записи были сделаны до введения волновых инверторов, изобретенных на планете звезды бета-чаши, позволявших видеть их в любых условиях освещения Вселенной Шакти. Едва различимые контуры гигантских зданий, памятников, аркад, таинственные чернели под звездами и движение множества народа казалось грозным. Непередаваемо прекрасная музыка разносилась во тьме и невидимое море плескалось с тем же гигзометрическим шумом, как на Земле и планете Ян-Ях. Олла Дес показала и некоторые оставшиеся нерасшифрованными записи, доставленные звездолетом прямого луча с галактик Андромеды и М-51 в гонщих псах. Дико вертевшиеся многоцветные спирали и пульсирующие шаровидные тысячегранники как бы просверливали океан плотной тьмы. Только экипаж темного пламени, прошедший по краю бездны, догадывался, что эти изображения могли означать проникновение в ТАМОС, недоступный, незримый антимир, облегающий нашу Вселенную. И все же передачи из далеких и странных миров, несмотря на свою необычайность, мало интересовали тормонсиан. Зато их бесконечно волновали стереофильмы о землянах на других планетах, например, недавно заселенной планете Зеленого Солнца в системе на Хернар. Не могли не принять их воображение и великолепные красные люди с Эпсилон Тукана. С этой планеты Земля установила регулярное сообщение. После того, как звездолеты прямого луча стали совершать рейсы на Эпсилон Тукана и обратно протяженностью 180 парсеков всего за 17 дней, на Земле, особенно среди молодежи, всплыхнула эпидемия влюбленности в красных людей. Но оказалось, что браки между землянами и красными туканцами обречены на бесплодие. Это принесло немало разочарований. Мощные биологические институты обеих планет сосредоточили свои усилия на преодолении неожиданного препятствия. Никто не сомневался, что трудная задача будет скоро разрешена и слияние двух человечеств совершенно сходных, но разных по происхождению станет полным, тем самым бесконечно увеличивая сроки существования человека Земли как вида. Люди, переселившиеся на планету Зеленого Солнца, прожили там еще немного веков, но от радиации светило приобрели сиреневую кожу и внешне отличались от бронзово-смуглых землян гораздо больше, чем последние от желтых обитателей Яньях. Но весь строй жизни пионеров земного человечества на Хернаре ничем не разнился от их родины, что давало тормиссианам уверенность в их собственном союзе с могущественной землей. Приветливое и внимательное отношение звездолетчиков своим гостям укрепляло эту надежду. Пусть земляне казались им холодноватыми и слегка отчужденными, тормиссиане понимали далеко разошедшуюся разницу интересов и вкусов. Эти полностью открытые и чистые люди никогда ни на мгновение не думали о своем превосходстве, и жители Яньях чувствовали себя с ними просто и легко, как с самыми близкими родственниками. Аудитория в пустыне состояла из образованных и умных джи, которые очень скоро поняли, что союз Земли и Яньях означает прежде всего крах их олигархического строя, разрушение системы джи-гжи и философии ранней смерти. Такая структура не могла вывести планету из ее современного нищенского состояния. В то же время этот строй обеспечивал высочайшие привилегии олигархической верхушки. Хотя сумма преимущества оказывалась убогой в сравнении с открытой, ясной и здоровой жизнью коммунистического строя Земли, поверить в это и отдать свои привилегии олигархи Яньях конечно не могли. Поэтому первое знакомство со стереофильмами Земли вызвало у правящей верхушки чувство враждебности и опасения. Они поняли, что жизнь Земли самим своим существованием оказывалась враждебной строю Тормонса, опровергая единственно якобы правильный путь, избранный владыками и сводя к нулю безудержное восхваление, которым занимались демагоги-пропагандисты Совета Четырех. Посещение импровизированного театра в пустыне близ звездолета Земли, которому было запрещено даже приближаться, составляло с точки зрения владыки Яньях государственное преступление и должно было наказываться. Но армансиане были готовы на все, лишь бы попасть на передачу стереофильмов темного пламени. Естественно, что земляне находились в постоянной тревоге за своих зрителей. Детектор биотоков для распознавания людей, уже названный сольсайном ДПА или диссектором психосущности, еще не удалось довести до рабочей готовности. Еще могли быть ошибки в случае искусной маскировки. Положение спасла Нея Холли, помогавшая Сольсайену в конструировании ДПА. Она заметила увеличение зубца Ка в биотоках всех искренне и открыто жаждавших информации Тормансиан. Всякое сомнение, недоверие или скрытая сильная эмоция вызывала неизбежный и непременный спад зубцов Ка. В проходе между двумя деревьями устроили дополнительное поле, пропускающее только людей с определенным уровнем возбуждения зубцов Ка и отбрасывающее всех других. Так Тормансиане получили дополнительную гарантию безопасности. За три недели Ола Дес устроила 18 демонстраций для нескольких тысяч обитателей Яньях. В одну из последних демонстраций ученый Тормансиан с титулом познавшего змея и невероятным для языка землян именем Чадма Сонте Тас Тот усомнился возможности общего происхождения человечества обеих планет. Человек Яньях плох самой своей сущности заявил ученый. Она унаследована от предков убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание. От того то все усилия лучших людей разбились со стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество земли поднялось на такую высоту, то оно очевидно другого происхождения с блоги благородными душевными задатками. Уладес подумала, посовещалась с Рифтом и Сайном и достала звездочки с фильмами о прошлом. Недокументальные записи, а скорее экскурсы в разные исторические периоды, восстановленные по архивам, мемуарам и музейным коллекциям. Пораженные до немоты торматиане увидели чудовищные бедствия, глухую и скучную жизнь перенаселенных городов, общественные дискуссии, где слова предосережения и мудрости тонули в реве одураченных толп. Перед великими достижениями науки и искусства ума и воображения средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой. Психологи Земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных форм искусства со всей гаммой переходов. От абстрактных попыток неодаренных людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов, изображения и словопотоках литературных произведений. Человек в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее был распространен алкоголь, грохочущая музыка, пустые шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешевых вещей. Размножение на земле в эпоху эры разобщенного мира ничем не ограничилось во имя конкуренции народов, военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Тормонте, где уже не было военных конфликтов, деторождение не регулировалось в иных целях. Для отбора тех 5% способных к учению людей, без которых бы остановилась машина цивилизации. Некоторые ученые Земли в отчаянии от назревающей опасности все убыстряющегося уродливого капиталистического развития призывали к тому, чтобы бросить все усилия на технологии искусственной пищи и синтетических товаров, полагая, что все беды происходят от недостатка материальных благ. Они связывали с этим глобальное разорение Земли, напоминая, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем. Для наших правнуков, писал один ученый, наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного разума. Мы должны переоткрыть забытое качество в нас самих и реставрировать ее до истинной красоты, эту нашу голубую планету. Во всяком случае, самые пламенные скописты начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные траты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полетов, сложность освоения межзвездных пространств и мертвых планет Солнечной системы. Тогда они снова обратились к Земле, сообразив, что она еще долгое время должна служить домом земного человечества, спохватились и успели спасти ее от разрушений. «Великая змея!» воскликнул Чадма Сонте от Азот. «Это так похоже на нас, но как вы справились с этим?» «Трудным и сложным путем», ответил Сольца, осилить который мог лишь коллективный разум планеты. Неорганизованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров, таких счетных машин. С помощью этих же машин мы осуществили тщательную сортировку людей. Подлинная борьба за здоровье потомства и чистоту восприятия началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других профессий на земле. Мы ввели диалектическое воспитание. С одной стороны строго дисциплинированное коллективное, с другой мягкое индивидуально. Люди поняли, что нельзя не на ступеньку спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья, что бы ни случилось. Только вверх, дальше, вперед, ценой даже серьезных материальных ограничений. Но ведь на Янг-Ях тоже есть счетные машины. И достаточно давно. Мы называем их кольцами дракона, не успокаивался познавший змея. Кажется, я догадался в чем дело, воскликнул Соль Сайен. КОБОЛЬШИХ КУЛЬТУР разная социальная система. Во взаимопроникновении или в прямой борьбе они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание и техника не обеспечила общество необходимой для подлинно коммунистической справедливости и коллективности аппаратурой. Кроме того, угроза всеуничтожающей войны заставила государство серьезнее относиться друг к другу в мировой политике. Так называлась тогда национальная конкуренция между народами. А у нас на планете Ньяньях, населенной одним по существу народом, при монокультуре развитие оказалось однолинейным и вы не успели опомниться, как на всей планете воссорилась олигархическая система государственного капитализма. Воскликнула Ментокор и крайнее возбуждение от Армансиан показало всю правильность ее утверждения. После этой беседы инженер Таэль попросил внеочередного свидания с Фаеродис. Тем временем Ивиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолетчиков достаточно для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Ликующие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую всем броню. Фаеродис отозвала в сторону Ганатала. Тивиса и Тор передали на темное пламя, что они кончили осмотр институтов и заповедников. Теперь они хотят обследовать брошенные города и уцелевшие первобытные леса в зоне зеркального моря. Власти предупреждают о какой-то опасности, но нам тем не менее необходимо познакомиться с заповедными областями планеты. Я понял вас. Втроем опасность не так страшна. Когда мне лететь? Завтра. Но Тивиса и Тор решили не снимать скафандров. А я сниму. Но если двое ваших спутников будут в металле, а вы нет, не нарушит ли эта целостность группы? Вы будете звеном меньшей прочности. Да, ладно, придется походить еще металлическим. Ганатал взглянул на Эвизу. Та ответила с сочувствующим кивком, но инженер броневой защиты не прочитал в ее топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родис и грустно сказал ей, что идет готовить свой ЦДФ. Родис укоряюще посмотрела на Эвизу, едва Ганатал скрылся за дверью. Эвиза рассмеялась, взернув темно-рыжую голову, и Родис пожалела, что Ганатал не видит ее в эту минуту. Мне так хотелось не огорчать его, но что я могу поделать с собой, сказала Эвиза. Пойдемте. Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как это их тормозианская змея. Инженер Хантелла Тола Фраэль, явившийся к Фаеродис, ждал ее в садике, где впервые узнал тайны своей планеты. Фаеродис вышла к нему, напевая, легким и упругим шагом в коротком домашнем платье Земли. Тугой корсаж с низко открытыми плечами и широкая юбочка, стянутая в талии черной лентой и ложащейся свободными складками. Руки и открытые до половины бедер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платье. В этом одеянии предводительница землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и, на взгляд Тармансианина, еще прекрасней. Фаеродис уже привыкла к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят неоправданно сильное впечатление на жителей Яньях и поспешила на помощь инженеру. «Что-нибудь случилось?» спросила она, улыбаясь и добавила, «Я становлюсь настоящей женщиной Яньях, если так часто думаю об опасности». «Опасности нет, но надо посоветоваться». Инженер оглянулся. Родис нажала кнопку на сигнальном браслете. Послышал сам мелкий топоток и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-ворной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыл из себя инженера защитным полем. «Я виделся с друзьями. Они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов о нашей, вашей, в общем, истории все думают только о том, чтобы сделать жизнь похожей на землю. Прежде чем вы уйдете от нас на далекую землю, вы должны оставить нам оружие». Оружие без знания принесет только вред. Не имея ясной обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда воцаряется еще худшая тирания. Что же нам делать? По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка. Надо изучить ее узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним и все здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому что оно держится лишь на страхе снизу доверху. Следовательно, вам надо немного людей мужественных, смелых, умных, чтобы разводить олигархию и очень много просто хороших людей, чтобы построить настоящее общество. И поэтому вы так настаиваете на подготовке народа? Спросил Тейль. Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворенности, желания улучшить мир. Между я и обществом должна оставаться грань. Если она сотрется, то получится толпа, адаптированная массой, отстающей от прогресса, тем сильнее, чем больше ее адаптации. Помните всегда, что настоящего по существу нет. Есть только процесс перехода будущего в прошлое. Этот процесс нельзя задерживать, а тем более останавливать. А ваша олигархия затормозила развитие общества Ян-Ях на его неизбежном пути к коммунизму. И главным образом потому, что вы помогали укреплять ей свое господство. Ваши ученые не должны становиться убийцами, несмотря на почести, привилегии и подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и террории. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернется против вас же самих. Ведь беда в том, что ГЖИ называют вас убийцами. И они правы. Хотя разжигание взаимных обид — это испытанный прием олигархов. «Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей, упрямо сказал Тейль. Я имею ввиду демагогию, будто все люди одинаковы, и только стоит их соответственно обработать, воспитать, тоже одинаково, как мы получим единство мышления и способностей. На самом деле получилось обратное. Фактическое неравенство породило море персональной зависти. Зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы. Гжи против нас, мы против них, а система веками остается неприкосновенной. У нас всеобщее отравление ненавистью и глубоким непониманием. Тейль, вы ли это? Начинаете уставать? А пример Земли. Ведь только серьезные длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начинали. Нет, не к тому же. Вы согласились с Гжи в обвинении нас. Да, Тейль? В капиталистической олигархии, чем выше тот или иной класс, группа или прослойка стоит на лестнице общественной иерархии, тем больше в ней убийц, прямых и косвенных, потенциальных и реальных. Убийцы бывают разного плана, сознательны и бессознательны. Одни поступают так из прислуживания владыкам, другие от невежества, когда пост решающего значения занимает темный и необразованный человек. Джи, хотя среди них немало темных и невежественных людей, в большинстве своем знающие и вообще интеллигенты. Становясь убийцами, они виноваты вдвойне. Виды убийства слишком многообразны. Убивают несоответствуем выполняемой работой и условий, в которых она производится, отравляют отходами производства, моющими химикатами реки и почвенной воды, несовершенными скороспелыми лекарствами, фальсифицированной удешевленной пищей, убивают разрушением природы, без которой не может жить человек, убивают постройками городов и заводов и местах, вредных для жилья, в неподходящем климате, шумом, никем и ничем неограничиваемым, плохо оборудованными школами и больницами, наконец, неумелым управлением, порождающим великое множество личных несчастей, а те ведут к огромному спектру нервных болезней. За все, за все это ответственны в первую очередь джи, ученые и технологи, ибо кому, как не им, то есть не вам, исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А случаи, когда джи выступают прямыми убийцами, когда разрабатывают пытки и психологическое подавление, когда создают оружие массового убийства. По законам Великого Кольца эти деятели подлежат лишению возможности заниматься наукой вплоть до физического удаления на дикие планеты. Инженер Т.Л. неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребенка все сильнее проступало на его лице. Фаеродис почувствовала, что ей следует поддержать Армазянина и его друзей, дав опору их нетренированной психики. Пожалуй, вам нужен еще один Родоружия, необходимый для искоренения слежки доноса и насилия. Это ИКП, пульсационный ингибитор короткой памяти. На корабле сделают несколько десятков ИКП, но вы не должны пускать их в худ ранее, чем размножите в сотнях тысяч экземпляров. Мне непонятно назначение ИКП, устало сказал Т.Л. Вы знаете о двух видах памяти? Они управляются мозгу различными системами молекулярных механизмов. Лишив человека долгой памяти, вы превратите его в идиота. Но сняв короткую память, все недавно полученные сведения и внушенные психоштампы, вы обезвредите самого опасного врага, не отняв «Если еще это оружие небольшого размера, оно миниатеризировано, оно чуть больше украшения, которое когда-то носили на пальцах. Прибавьте к нему крохотный диссектор ДПА, для распознавания психики человека и вы получите то, что нужно». Т.Л. порывисто схватил руку Файродис и, опускаясь на колени, прижался губами кончиком ее пальцев. Родис вздрогнула, чувствуя, что этот жест архаического поклонения не столь неприятен ей, как она подумала бы раньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА